Всем привет, с вами Максон и это новый матч нашего турнира, матч под номером 7, который начинается, конечно же, стандартно с выхода великого HBK, Шон Майклс, там сзади какие-то спорткары стоят, какие-то Формулы 1, тачки, хрен его знает, это, наверное, наши два соперника приехали и оставили их здесь, которые, ну, соперники, которые будут драться между собой, вы увидите попозже. Итак, как я сказал, всем привет, с вами Максон, наверное, я бы сказал правильно, всем привет, с вами Пифсон, но да ладно, я тут пока перед матчем думал о том, что турнирные видосы, это, короче, как мини-альбом в музыке, типа, я такой, как музыкант выпускаю, ну, смотрите, у нас 24 соперника, да, между собой дерутся, 12 пар, как получается, это полноценный альбом, то есть каждое видео дарит своеобразные эмоции, то есть каждое видео, это примерно как разные песни в одном альбоме, концепт 1, да, рестлинговая тема, но песни разные, вот почему-то об этом подумал, наверное, потому что всем привет, с вами Пифсон. Ладно, короче, пока вы хоть Шон Майклс, я обычно говорю всякие такие организационные штучки, вот могу еще рассказать, мне ребята говорят, напоминаю об этом чаще, что вы можете заливать своих персонажей в Universe Mode. Вот, немногие это сделали, но люди постепенно создают себе персонажи, работают, если вы спросите, блин, у меня нет игры, но я хочу видеть своего перса, то вы можете просто кого-нибудь попросить в теме или в группе в нашей, все ссылки внизу в описании или в телеграм-канале, все ссылки тоже в описании. Ладно, пока у нас выходит Джей Уса, он еще один саманец, который нацепил себе какие-то цветы на шею, в этот раз это не перчики чили, которые были у Романа Рейнса, теперь выходит Джей с какими-то красно-белыми цветочками, наверное, он болеет за Спартак, кто его знает. Короче, Джей Уса, человек, рестлер, точнее, понятен, Джей Уса с усос, как я обычно говорил, не будем никого сейчас оскорблять, но раз такие вот усосы у нас появились в игре и в рестлинге, то усосы, они и есть усосы. Ну ладно, на Джей Уса будет играть у нас Коля Бессмертный. Поможет ли ему его фамилия в этом матче, будет ли у нас Джей Бессмертный или, может быть, Коля станет Уса? Но самое главное здесь отметить Уса, а не усос. Вот это очень важно. Посмотрим, на что способен его персонаж, на что способен Коля Бессмертный, человек, который будет мозгом этого персонажа в этом матче. Пока мы наблюдаем его выход, такой красующийся для него, для Коляна, конечно же, если можно, я тебя буду так называть, Колян Бессмертный просто. Ладно, нормально, Коляна Дертекер, тебе нужно было, чтобы Коляну Бессмертному достался Гробовщик, вот это было бы классно. Вот, в общем-то, надо, для него нужно, чтобы он в конце матча также поднимал руки на канатах и приветствовал зрителей, но этому может повешать его соперник, который сегодня в этом матче будет делать все, чтобы это сделать, чтобы помешать своему сопернику. Это Кевин Оуэнс, это Кей Оооо. И кто же у нас играет на этом самом Кевине Оуэнсе, я помню, как он только перешел сюда из импакта в рестлинг WDB, и все, казалось, жесть, она пришла, пришла жесть, но классные матчи до сих пор, хотя я сейчас не смотрю за рестлингом, но я уверен, что у Кевина Оуэнс хороший матч, по крайней мере, хочется в это верить. Может быть, вы напишите, если кто-то смотрит, так это или не так, но да ладно, Кевин Оуэнс, на котором у нас сегодня играет Никита Покровский. Ну, я не знаю, слишком это брутально звучит или, я не знаю, как представлять, Никита Покровский, ну, типа, у меня, конечно, не как Брюс Баффер, который там, let's get ready to rumble, вот эта вот вся тема. Короче, Кевин Оуэнс и Никита Покровский будут противостоять Коле Бессмертному и его Джею Уса. Кто кого одолеет, все те же правила. 15 минут Iron Man, no disqualification, никаких канатов, никакой другой лишней фигни, куча предметов, доставай, что хочешь, погнали. Сразу с Клоузлайн начинает Кевин Оуэнс. 15 минут вашего счастья, 15 минут нашего счастья. Приятного просмотра. Сюда, сразу за лопатой пошел Кевин Оуэнс. Здесь, знаете, такое ощущение, что ребята начинают смотреть турнир и понимают, что нужно идти наперекор тому, что происходит в других видео. Ох, ты, сразу лопатой прилетает, Джею Уса, в табло, а тут достается палка колбасы. И сразу какой шлипок с этой палки колбасы. Нормальные такие звуки, интересные. Раньше от Кендал Стик были классные звуки от ушной палочки, но теперь у нас есть колбасная палка. Конечно, я понимаю, что это какая-то конфетка здоровая, ни хрена себе конфетка. Несмотря на то, что она темного цвета кожи, но все равно это слишком большая конфетка. Достался у нас тапок от Кевина Оуэнс. И все равно, какими предметами бы ни владел Джей Уса, все равно побеждают предметы или кулаки Кевина Оуэнса. Это такая вот пока у нас закономерность прослеживается. Кстати, нужно отметить, что Кевин Оуэнс играет на клавиатуре. По-моему, это делает Кевин. Сейчас я убедюсь в этом. Да, Кевин Оуэнс играет на клавиатуре. Это так. Ну, не знаю, кому-то сложнее. Может быть, даже не сложнее. Все-таки есть иногда ощущение, что люди на клавиатуре чувствуют себя супер уверенно. По крайней мере, в матче они показывают очень даже знатные. Не обязательно, казалось бы, даже Джойстик, да? Иметь тапок, прилетая сразу Джей Уса. Он хотел настигнуть врасплох Кевина Оуэнса. Но если посмотреть на их здоровье, то сейчас все супер шикарно у Кевина. И так себе у Джея Уса. Но счет по-прежнему 0-0. Достаются и все, и достаются у нас предметы. Так вот, хотел изначально сказать... Ну, так, не договорил, но в целом сказал о том, что люди начинают смотреть первые матчи нашего турнира. И видят, что все достают тапки и начинают идти... Этому наперекор! Как же он долетел сейчас до затылка Джея Уса? Это, блин, прикольно. С одной стороны, с другой, наверное, обидно этим рестлером. Да, со столом, конечно же, сейчас сложно показывать такой супер-рестлинг. Как это было раньше. Можно было раньше придумывать всякие интересные штучки. Но сейчас Кевин Оуэнс что задумал? Поздно реверсирует Джей Уса. И это была поп-ап-бомб? Что это было? Нет, ну это была просто какая-то бомба. И! Прямо на стол делается суплекс. Знаете, знаете что? Я пошел вниз. Пожалуй, ну его нафиг. Я выпускаю уже и так. Я знаете, что заметил, что... Точнее, мне кажется, моя догадка, что у меня иногда Шон Майклс не считал, а за меня начинала сама игра считать. Потому что я стоял будто бы далеко от места происшествия. Типа, я не мог начинать считать где-то там вдалеке на ринге, пока еще сам... Пока ребята дерутся внизу. Ух ты! Как хорошо сейчас воспользовался. Рингом Кевин Оуэнс и делать удержание после такого суперского прыжка. Раз! Что, он резиненс использовал? Совсем все плохо у Джей Уса. Посмотрите, даже ненакопленная сигнатурка. Там какой-то кусочек виднеется от его финишера. И... Раз! Два... Три... Был близок к тому, чтобы попасть в эту полоску Джей Уса. Я даже сделал будто бы чуть больше паузы, чем должен был. Хотелось посмотреть, как он с этим справится. Кстати, полоска была у него очень даже... Не маленькая. Вы сами знаете, что бывает полоска супер вообще тоненькая. Но сейчас была хорошая полоска. Но, однако, в нее тоже не смог попасть Джей Уса. Дожидается его сейчас со стилстепсами Кевин Оуэнс. Это такая обычная интрига создается, когда рестлер берет какой-то предмет. Что, будет делать пин? Да не. Не-не-не. После такого не делают пин. Это грязно. Кстати, многие, на мое удивление, скажем так, в кавычках... Ну, грубо говоря, засрали Илью Коффмана, да? Который против меня за Дрю Макентайр делал пины после чего-то непонятного. Да ладно, нормальное вроде все было. Но многим это не понравилось. Ну, как многим. Комментария 3-4 по поводу этой темы я увидел. Но это я сейчас уже могу говорить. Для вас это, наверное, уже далекие видосы какие-то, да? Сейчас мы записываем седьмую часть, а то было во второй. Ого-го, это было целых пять дней назад. Лопата действует. Лопата приносит пользу Кевину Оуэнсу. И разбивается лицо у Джея Уса. Пока так минимально. Но факт остается фактом. Пока явное преимущество за Кевином. У Джея не очень все получается. Кстати, ребят писали изначально, как обычно, да? Все играют пять минут примерно. Ну да, я ставлю пятиминуточку. Оп, отдохнем немного. Шоу Майклс, красачик. Красачик просто. Все дерутся пять минут перед матчем официальным и тестируют пинг. Так вот, ребята написали двоякие ощущения. Так, у нас поджигаются комментаторские столы. Реверсируют Джея Уса. Как вовремя он это делает? Ведь его сейчас спина могла поджариться. На этом же самом столе, комментаторском. Вы с ИЗОСом кричат люди. Но чего вы кричите? Еще рано. Еще ничего не произошло. Всего лишь поджегся стол. И Кевин Оуэнс сделал попытку номер два. И это, кажется, будет бросок вперед. Нет, я подумал, что будет Электрик Чеер, но Электрика Чеера мы не увидели. Это была бы откидка назад, скорее всего. По-моему, это делается так. Но Кевин прямо-таки позарился на этот стол. Смотри, у него же жопа может подпалиться. Реверсирует Джея Уса. Сейчас будет жарко. Сейчас будет кому-то очень жарко. Кого-то отправят в жаркую страну. Какой-то кик непонятный. Вроде достиг своей цели. Но, однако, Кевину Оуэнсу пофигу. Некбрейкер. Некбрейкер. Какой-то какой-то Станнер получился. Станнер Брейкер Нек. Что-то типа того. Лайон Солт. Нет, это бомба. Смешная бомба. От Кевина Оуэнса. И реверс. О, как-то он так позамелился. Джей Уса. И в это же время смог среагировать Кевин Оуэнс. Попытка номер хреново знает какая. Да. Вот так обидно. Ты тратишь свой финишер на то, чтобы поджечь стол. А он просто складывается. Как щепка дров. Так вот, насчет коннекта. Один участник написал Кевин Оуэнс. И Калян написал, да пофиг. Нормально. Фризило безбожно. Иногда кажется из-за коннекта как раз таки. Ну, в целом написал, да пофиг нормально. Главное участие. Так что за такое отношение, конечно, уважение. Но понятно, что всем хочется выиграть. А особенно захочется всем выиграть во втором турнире, который будет за денежное вознаграждение. Не забывайте. Но сейчас я прям был рад. Активности, которая происходила. За два дня набрали весь стол. Весь народ. Такие вновь сломает. Все-таки Джей Муса. Стол. Так, так, так. Что такое? А почему я должен нажимать варн? О чем я должен предупреждать людей? Непонятно. Не должен я ничего делать. У нас снова дисквалификация. Что за варн? Я должен ему сказать, чтобы он слезал оттуда. Считай. Чекин пин. Раз. Вырывается? Что? Или он отпустил? Почему? Или он воспользовался резилиенсом? Я не увидел. Мне, кстати, написали в комментариях, что резилиенс есть у всех рейслеров 85+. Вообще, мне пишут там разные штуки. Но типа, что реверсировать не обязательно только на треугольник. Можно попадать и обычными квадратиками и крестиками. То есть, если ваш соперник нажимает на вас крестик. То есть, обычный удар, да? И вы, ой, квадратик. И вы в это же время с ним его прочитали и нажимаете тоже квадратик. То вы перехватите его удар. Я об этом знаю. И мне написали, что в своем матче я тоже делал все неправильно. Пытаясь реверсировать лишь на крестик. Нет, это не так. Когда была боевка, обычно я тоже пытался угадать. Квадратик или крестик я реально просто не угадывал. Решил также взять лопату в свои руки. Джей Уса, понятно, 7 минут остается до окончания матча. У него разбито лицо. У Кевина Оуэнса все плюс-минус хорошо. Но какой бы предмет не было у нас в этом матче, все равно большую пользу он приносит именно Кевину Оуэнсу. У которого, кстати говоря, прошу заметить, есть практически два финишера. Один с сопелькой. С такой здоровой соплей такой, знаете. Ну ладно, это плохая тема. Интересно, будет ли разбит у нас комментаторский стол. И вообще редко мы видим с вами прыжки с лестницы на какие-нибудь столы. То есть, когда один лежит на столе, другой на него прыгает. Но это сделать сложно. Снова станер от Кевина Оуэнсу. Но тут сразу же встает Джей Уса. Ну и отправляется на комментаторский стол. One more time, по-моему, кричат зрители. И вот, мольбы услышаны. Но, да. Вот почему многие этого не делают. Это потому что... А, бля, чё ебал? ...залегко это среверсировать. И вот такие прыжки иногда совершаются. Это какой-то недочет игры. Я то же самое делал в своем матче. И я прыгнул, но куда-то улетел совсем в другую сторону. Что, по-моему, практически привело к моему удержанию. И делает удержание Джей Уса. Why not? Но тут такая полоска, что попадет даже человек, который первый раз играет в Guitar Hero. Вот такое вот вам сравнение. Guitar Hero на изи сложности. Там примерно... Ну, такая же реакция нужна для того, чтобы попасть... Попадать в квадратики, которые светятся. В музыкальные квадратики, которые светятся. Но пытаются что-то сделать Джей Уса. В принципе, иногда он близок к тому, чтобы удержать Ованса. Но у него большая полоска. Нужно сначала сделать какой-то прием, но тут спир какой-то, аутон овер. Что? Раз. Я практически все приемы называю аутон овер, которые я действительно не ожидаю. Но, если кто не понимает, почему их так называют аутон овер. То есть, откуда не... Это что за говно? Ага, сейчас у нас будет сабмишин. Откуда не возьмись, гарпун. Такой получился. Тут какой-то сломай рука. Приемы так. Шон Майклс превращается в собачку и пытается найти кость. Но реверсирует с этого сабмишина. Кевин Ованс говорит, ты что, дурной? Ты что вообще задумал? И я хотел сказать о том, что... Поп-ап-бомб. Пакедж пауэрбомб, да? А поп-ап-бомб это немножко по-другому. Происходит что-то типа пауэрбомбы. Снова встает Джей Уса. Не дает ничего сделать Кевину Овансу. Ну как не дает? Пытается не дать. Пытается не дать ничего сделать Кевину Овансу. О, даже так лестница сломалась. Прикиньте. Станнер. Решил как будто бы забить Кевин Ованс на все эти прелюдии. И делает просто Станнера своему сопернику. А может сделать и еще один Станнер. Потому что он делает все намного грамотнее и умнее. И он делает это все для вас, зрители. Он делает все возможное для того, чтобы сломать этот стол. Прыгнув на своего соперника с лестницы. Но он сейчас, может быть, скоро встанет. Хотя нет, у него не накоплена синяя полоска. И сейчас мы увидим просто хайлайт этого матча. Вау! Элблдроп и ломается комментаторский стол. После чего нужно явно делать удержание. Но Кевин Ованс поднимает своего соперника. И делает ему Станнер. И мы считаем. Раз. Два. В такое невозможно практически попасть. Шансы минимальные. 2-0 счет становится в пользу Кевина Ованса. Мне главное не ошибиться. Потому что я часто иногда неосознанно говоря какие-то фразы. Путаю рестлеров. Но ничего. Вроде бы все нормально. В этом матче 2-0 в пользу Кевина. Не знаю, уж Пинк влияет на Джея или нет. Но вот так они бегают. Вроде бы все выглядит очень даже хорошо. Какое DDT офигительное получилось от Кевина. Но матч в принципе хорош. Несмотря на доминацию Кевина Ованса. Посмотрите, что он делает. Матчи у нас бывали доминирующие. Но они проходили все равно немножко по-другому. Вспомните Броно Брейкера. Вспомните еще какие-то матчи доминирующие. Уж совсем у меня все спуталось в голове. Но здесь пытается что-то сделать Джея. Но как-то Кевин Ованс слишком уверенно и грамотно и красиво что ли все это дело делает. Отдельное уважение. Но обоим участникам безусловно. То есть я ни в коем случае никого не занижаю. Ух ты еще и гарпу на разбитие стола. Минус щепки. Летит стол в разные стороны. Разлетается также в разные стороны. Джей Уса, господи. С ним делает все, что хочет этот самый Кевин Ованс. Помогите моему шоу. Ну Майклсу что за гнев? Что за хрень сейчас была вообще? Меня засосало в какие-то забудчие пески. Я посмотрел. Видимо краем глазом. Там у нас стоит актер из Дюны. И меня засосало нахрен под ринг. Чего вы ржете? Я реально засорял. Нормально. Тут размен у нас ударами. Размен панчами. Обычно такая тема происходит в начале матча. Но нет. Тут ребята решили такой вот суперразмен устроить. Под конец матча. Две с половиной минуты до окончания замеса. И 2-0 по-прежнему в пользу Кевина Ованса. Я честно испугался за Шона Майклса. Который провалился в пучину тьмы. Сентон бомб. Какой-то получился от Кевина Ованса удержание. Раз. Два. Он был близок. Это 3-0 в пользу Кевина Ованса. Ну, будет ли хотя бы один поинт? Спир. Спир. А Джея Уса. Раз. Два. Нажимает резилианс. Кевин Ованс. Он может себе это позволить. Но он так близок к тому, чтобы заполучить третий финишер. Не знаю, есть ли суперфинишер у Кевина Ованс. Наверное, есть. Тут уже у нас первый бой на рампе. Ребята нам сегодня показывают очень хорошее шоу. За это вам отдельное уважение. Не важно, кто выиграет, кто проиграет. Ну, для вас. Это очень важно. Для зрителей вы даете хороший матч. Мне нравится. Как минимум, я думаю, что многие со мной согласятся. Посмотрите. Пошел замес переходящий на рампу. 3-0 в пользу Киевна Ованса. Но Джея Уса, как истинный боец, дерется до конца. Кстати, у него даже лицо-то не красное. Оно лишь оранжевенькое. Припудренное. Они пошли драться в машины. К машинам. Слушайте, а с машинами вообще есть какое-то взаимодействие? А могут ли они в онлайне? А это же такой пассивный онлайн. Мы же не играем прям в режим онлайна. Мы же играем такой смежный, грубо говоря, онлайн. Вы можете делать пины где угодно. Но взаимодействия с тачками, скорее всего, нет. Я к тому, что если это оффлайновый матч, могут ли они уйти за кулисы драться? Переходя из обычного такого боя. Это было бы супер офигенно. Да, у Киевна Ованса есть мега прием. Но у него один кусочек сыра желтого отняли. И финиш разобирает себе Джей Усо. Но ему не хватает для того, чтобы провести свой коронный прием. 30 секунд остается до окончания матча. Но мы увидим ли мы хотя бы его один поинт. Со стороны забегает. Делает фейсбастер своему оппоненту Джей Усо. Ну, один финишер. Хотя бы. Джей, у тебя есть 20 секунд. Но нет. Грамотно все реверсирует. Кевин Ованс не дает ничего сделать своему сопернику. И делает свою грязь. И он делает ему поп-ап-бомбу. Нет, это просто пауэр-бомба. На машину. Да! Какое-то кривое. Но взаимодействие было. И мы делаем удержание. Я не успею, конечно же, досчитать. Но это завершение матча на доминации от Кевина Ованса. Красавчик! Никита Покровский. Поздравляем его с этой уверенной победой от Кевина Ованса. Он вспотел. Я думаю, как и Никита, играющий за клавиатурой. Наверное, облил ее всю своим потом. Ну, что мы можем сказать, Джей Уса, Колян? Ну что, мы ждем тебя на следующий турнир. Нужно еще подготовиться. Нужно наладить, возможно, коннект. Я не знаю, в чем причина, но ты держался красавчиком. Ты был хорош. Несмотря ни на один заработанный поинт, по матчу мне казалось, что преимущество 70 на... Нет, не 70, наверное, 65 на 20. Сколько там математика? 65 на 35. Примерно так и получилось. Мне очень понравилось. Еще раз всем спасибо за просмотр. Ребята, вам. И спасибо участникам. Поздравляем еще раз Никиту. И благодарим за участие в турнире Коляна Бессмертного. Всем спасибо за просмотр. С вами был Максон. Пока. Пока.